о барабаш приехал барабаш приехал сейчас через это отдельно подходит на подходе мир дома с миром увидал дождался тебя так внутри тебе еще володя сказал ты понял нет понял ну я наверно ничего брать не твое дело ты должен посмотреть все разобью и здесь и там если довезу что домой ну вот подойдешь пятому складу посмотри тогда до весны положить до весны не буду я ничего но говори какие новости там да ничего все так меня что никакой бумаги от вас не было насчет а уже прошло мы смотрели новости уже все бюджеты уже все заложено но на дороге уже все прошло раскидали то есть опоздали но как же самой осени долгонил и все как опоздали надо было вам самим написать и мы бы согласились да нет так то нельзя какое отношение имею уж это можно написать и летом еще говорил но еще один год будете даже никакой надежды нет вот только написать бумажку я батюс ходатайствовал просил ни один не прошевелиться ну что такое веры в это нету никакой что что-то сдвинется понимаете вы неправильно рассуждаете как русаков мне говорил константин владимирович в каждую грещель бумажки толкайте мне никто не верил что 11 лет на одном месте стояла судился когда и в конце концов тронулась все выиграл иначе бы этого домика не было я не знаю что надо работать а вы бы мне это дали бумагу то я бы теперь ходил теперь по земле тоже нет я не могу не по музею ходатайствовать ничего все время обещать нету ничего подождите там работа идет а какая как она идет не знаю но я же съездил туда там отметили границы там не нужно так что это бывший где лайгер земля отошла к вам потеряюсь к намертво в деревне находится на не стороне где мы так с ними земельным комитетом так и разговаривали деревне относится потому что там вторая улица и она так это деревне относятся не к пастбищам ни к чему нет я бы тут уже начал ходить и в краевую администрацию а я сижу на месте ничего не могу меня нет ни бумаги ничего нет поручения то насчет по дороге поздно не поздно надо сделать поздно ничего не значит они бюджет весь не растращивает они оставляют на нз и поэтому я пойду и поговорю о старой трассе может добиться приема у губернатора раз за другой до трети запишусь тем напиши у тебя лена она все знают о том что сколько лет когда было к так кратко приложить копию документа об образовании там у вас все это есть потеряю за подписью бывшего губернатора сурикова вот но и тогда будет какое-то движение я просто жду но я не имею ни права ни возможности если вот вы сейчас бы по земле начали ну допустим они движутся отбиваются ну что железную дорогу перенесли на две на два километра посреди деревни идет я бы уже все здесь делал и делал это на сто процентов выигрышное дело я боже выигрышно но вас слушать то никто не будет должен у кого пересечения то есть те должны подавать суд но так я ходатайство вы напишите что можете вам это тебе надо допустим по земле но не правильно дорогу но она нарушая играет это специально чтобы деньги выманывать у людей я бы ходил подал прокуратуру уже в генеральную подошли это все дело разрешилось внули до безумия они нарисовали на картинке дорога на 2 километра ближе к нам и поэтому наши земли на той стороне но это безумие просто тут доказать еще не надо а если написать как следует так там могли бы и на поразбираться кто это сделал что это за такие планы не найти концов понимаешь и вы заранее выносите это я сейчас смотрел один мужчина он молодой парень был и поступил в полицию работал а потом научился пытать научился расстреливать все а потом после войны он был комсомолец все это дело пристроился и работает и у него такие награды на то что он работает хорошо ну все 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 я однажды ушел и встретила женщина его где-то в москве регион был но она на эскалаторе кажется опускалась он поднимался и она его узнала и она сообщила вот это тот человек ну какой то как то какое то у него имя такое было не палач а что-то деспот или как и начали искать как они искали никаких данных нету наконец на него вышли его биографию начали начали смотреть безукоризненное он переводчиком работал никакого отношения к пыткам не имел и наконец все таки копали копали докопали до человека который видел это все а когда видел то тот готовящий того знаю там тот и дальше начали раскушивать все приговорили к расстрелу так показывают только органы кгб как они работали тщательно сколько поисков по всей стране какие архивы поднимали целые отделы работали довести до конца и довели а наше то дело тут один шаг все неправильно нарисовали план власти они даже переделать и вопрос вообще не стоит ни о чьих деньгах нет а то сто тысяч двести считают так я жду от вас по земле и по дороге меня побуждать к этому не надо я не занятый буду ходить записываться на прием может и старых кто-то остался тут весны так надежда сильно пошел с первым делом пройди сейчас к пятому складу вот это колодров посмотри какое стекло прекрасно ну я видел а когда видел но сейчас я там видел ну зайди посмотри что есть вот так это хотел сказать я четыре года не беру зерно здесь а голубей если осенью будет это отходов заранее забить четыре года я вот сначала наберите я же осенью вам затарил мешки стоят да хорошо как бы их не съели во славу божию домашним поклон всем батюшка рассказывал как я взял на военные это да да лена ему сняла стихи карточки показывал да ну все ладно чтобы он так вернись к на минутку у нас с ним разор было получился он вслух стал поминать патриарха чтобы этого не было здесь у вас здесь один раз помянуло мы забили тревогу тебя кто побуждает к этому сколько в зарубежной церкви принято которые приняты все приняли как о каноническом общении но патриарх они поминают и никакой нужды нету когда поминают когда у нас митрополит приезжает и нашего митрополита илариона а они нас выщипнули еще вы играете здесь он украине то еще делается нас никто это не требует зачем тебе это надо а вот как тебе думать не надо ты держись на том что есть наше положение совершенно нормализовано этими пи митрополитом такие дает он характеристики приезжают служит священники нам зачем то нужно то мы не против но если только мы это поминаем тогда не надо будет иметь область они вам голову сразу открутят отвинтят как андрей ткачев говорит смотрите за этого чтобы слух никогда не было поминаем а да себе молись я за патриарха каждый день молюсь он не нащупал эту грань понаездился по монастырям то и но мы хорошо поговорили да с богом давай слава тебе господи